Дом культуры на 49 канале Ленинградской, Петербургской филармонии Значит, нет, не только филармонии Мариинского театра прежде всего, наверное Ну, вы понимаете, я сейчас свободный художник Я и там, и там, и там Да, 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 везде Вообще, конечно, начало театрального сезона Который так долго ждали Не только сибиряки, вообще весь мир И его открытие И спасибо, что вы нашли возможным Наверняка перенося концерты, как все, наверное, музыканты Накануне визита к нам Тем более, что у нас сезон особенный У нас вообще все открытия сезона В первом абонементе посвящены памяти Арнольда Катца Ну, конечно, это легендарная совершенно Личность его Я очень рад, что город И страна помнят о нем, и вы каждый раз Напоминаете о нем И вся страна с этим соглашается И наш зал, собственно, в хоре, в котором мы находимся Как раз имени Арнольда Катца Скажите, пожалуйста, что за концертное исполнение будет В открытии абонемента И какие музыкальные пристрастия у вас лично Потому что каждый музыкант – это целый мир, безусловно Если не космос в целом Ну, я должен сказать о грядущем концерте Что это будет двойной концерт Брамса Это последнее симфоническое произведение Которое Брамс написал для оркестра Для солистов и оркестра После этого он не писал для симфонического оркестра ничего Вы знаете, это тоже наводит на какие-то размышления Но и даже без этого момента Для меня, вот лично, Брамс – это настолько великий И в то же время сложный композитор Что донести его искусство Чтобы это было и достойно, и в то же время понятно Это довольно сложно Поэтому, вы знаете, можно соблазниться на какие-то мотивчики В других произведениях А здесь это калейдоскоп Потрясающих гениальных каких-то мелодий Гармонии, сплетения Очень сложный Можно закопаться там, и будет скучно Вы понимаете, вот наряду с этим Надо как-то вот донести, постараться Чтобы люди получили удовольствие Даже, может быть, не все понимая, не все улавливая Это неважно Вот это послевкусие, после концерта Должно быть такое, чтобы люди сказали Да, это великий композитор Я хочу сказать, что в партнерах у меня Сейчас находится великолепный ваш симфонический оркестр С легендарным дирижером Томасом Зандерлингом Солистом со мной в концерте Выступает, на мой взгляд Скрипач молодой, номер один сейчас Инструменты у нас Страдивари Ну, вы понимаете, вот иначе в город Новосибирск не надо приезжать Если это не событие Ну, вот из этих соображений Нужно тогда делать вывод Как мы подходим Конечно, мы волнуемся Конечно, мы репетировали Конечно, это все так Что будет завтра, это одному Господу Богу известно Но видит Бог, что мы старались Спасибо, Сергей Наше интервью как раз сразу после репетиции Только-только отзвучал звук оркестра И солирующих инструментов Мне очень приятно, что вы так заинтересованно Говорите о молодых исполнителях Потому что часть вашей жизни посвящена Именно поддержке молодых музыкантов И большое количество и работы Вы делаете именно в продвижении Важно не просто создать Не просто увидеть звездочку Важно продюсировать, продвигать И многое, что вы делали, посвящено этому Пожалуйста, пожалуйста Несколько слов об этом Ну, вы знаете, может быть, я немножко Я начну с результата Вот сегодняшний результат Вот Павел Милюков Это тоже продукт Внимания к молодым исполнителям Он пришел в созданный Вот уже 13 лет назад Мной дом музыки в Санкт-Петербурге Который аккумулирует все Все найденные нами таланты музыкальные в России И вот, как вы правильно задали вопрос Мы помогаем им в этой сложной жизни В этой сложной карьерной жизни Не потеряться Реализовать себя И потом мы их, знаете, как-то выпускаем на волю И вот он на волю Вот Павел Милюков вылетел Настолько ярко Что он сейчас просто Во время даже сокращения концертов В результате пандемии У него загружен график так Что, вы понимаете, он только что Вот с самолета прилетел Понимаете, у него там На репетиции было 6 часов или 7 часов утра Но вот он Вот такой график у него Он востребован Вот то, о чем мечтают Наверное, все люди, профессионалы А музыканты тем более Он востребован, как никто Но должен сказать, что Вот Санкт-Петербургский дом музыки Даже во время карантина и пандемии Мы провели массу мероприятий Мы провели Академию в Крыму Мы провели мастер-классы онлайн Которые, понимаете, там зашкаливает просто Интерес в интернете И концерты онлайн Причем сейчас вот только что я приехал Кончился проект так называемый Река талантов Это со всей России мы собрали Собрали ребят И дали им возможность лучшим Сыграть с симфоническими оркестрами Почему река талантов По Волге Вот там, где есть симфонические оркестры Вот, к сожалению, Новосибирске Тут другие реки Да, другие реки Мне очень приятно, что вы упомянули Ленинградский, Санкт-Петербургский дом музыки Вы ведь непосредственно принимали участие В реставрации этого дома музыки Это дворец Это дворец Дело в том, что я должен здесь просто, знаете, не таясь сказать слова благодарности нашему президенту Потому что было его личное распоряжение дать денег на реставрацию вот этого дворца Это дворец великого князя Алексея Александровича Романова Младшего брата Александра Третьего На хореографическое училище Петербургское Вагановское, да, знаменитое Конечно И на театр БДТ, там, летний театр И вот у нас действительно, если кто приедет, приглашаем в Петербург, милости просим в наш дворец Это действительно жемчужина архитектуры и поэтому И сохранение культурного наследия, где сегодняшняя молодежь с талантливыми наставниками Вот музицирует и сохраняет свое наследие культурное Абсолютно Вот вы знаете, дело в том, что когда вот мы придумали эту вот идею Дома музыки И стали искать помещение И мне говорили опытные люди, сведующие в содержании, в финансах Говорят, Сережа, зачем тебе вот, ну давай тебе вот детский садик подкрасим, подчиним, будешь там заниматься А это дворец, это памятник архитектуры, это совершенно другие масштабы И вот вы знаете, вот мне так вот, я наверх посмотрел и мне снизошло, я сказал просто, говорю, вы знаете Вот мне легче во дворце молодым людям рассказывать о прекрасном, чем я буду покраситься в сарае Они меня не поймут, и вот сейчас действительно Храм, это храм музыки Абсолютно, вот вы правильно назвали Сергей, очень приятно, что вы с таким петитом говорите о молодых И о своем вкладе в сохранение культурного наследия, которым является дворец, Ленинградский Дом Музыки, Питерский Дом Музыки Но в самом вашем творчестве и жизненном вашем пространстве отражена вся история страны Вы родились на Сахалине, на самой дальней точке России Учились, продолжали образование в Риге, это прибалтийская часть И сегодня вы коренной житель Санкт-Петербурга, там закончили консерваторию Вот скажите, что повлияло? Вы начали с фортепиано, да, в музыке, а потом перешли к классу виланчелли Вот что было вот этим источником или, может быть, маленьким нюансом, что подтолкнуло? Вы знаете, я просто вам отвечу Конкретно это была моя мама Огромную роль играют родители Вот я не боюсь этого слова сказать Это очень приятно Мало ли, что я хотел или не понимал Вот мамочка, она сказала, вот Она сама играла И я по глупости, у нас были пластинки какие-то, песни Мне очень нравилось, что я пел их, вот как-то так Меня взяли и за ручку привели, и все Мама А когда стало трудно, ведь в каждой профессии настает тот порог, когда нужно прикладывать усилия Поначалу вроде как все получается Да, эйфория такая А потом надо заниматься И вот тут родители Низкий поклон всем родителям и моим родителям прежде всего За то, что они помогают своим детям стать настоящими людьми в этой жизни, востребованными Сегодня сочетание таланта и бизнеса Это как бы на чей-то взгляд две разные категории Но вот я, разговаривая с музыкантами, в том числе и в стенах нашей филармонии Понимаю, что сегодня существуют понятия моды, тренда В том числе и на музыкальные произведения, и на проекты фестивальные в том числе Вот как вы к этому относитесь? Какова вот та самая современная платформа музыкальная, да? Вот с чем сегодня можно, может быть, более эффективно сотрудничать? К чему себя, скажем так, применить? Молодому человеку прежде всего Ну, во-первых, вот вы начали с бизнеса Да Дело в том, что вот это ложное понятие Что наши бизнесмены, они вот Вдали Да, что они вот на Канарах, они там на Бали загорают Вот, или там в казино Это неправда Серьезные бизнесмены, серьезные бизнесмены Очень близки к искусству К высокому искусству У них посыпается интерес и к живописи, и к архитектуре И к музыке, конечно Вот я не хочу сейчас называть спонсоров нашего Дома музыки Но они очень, очень значимые во всем мире Но как мы, нам удалось заполучить их Когда возникло, у них же бывают форумы Вот у бизнесменов, какие-то саммиты Безусловно, да И им нужна какая-то вот такая эмоциональная Какая-то подушка Или, во всяком случае, какая-то отдушина вот такая Когда бизнесмены вдруг забудут о этих финансах или проектах И меня попросили Говорят, что у тебя хорошие молодые Я говорю, у меня очень хорошие Ну дай какие-нибудь классические Потому что приедут зарубежные гости Их мало чем можно удивить И вот вы не поверите, мы удивили и зарубежных гостей И наших спонсоров На следующий день позвонил глава этой фирмы Сказал, говорит, на три года с тобой контракт Подписываем о спонсорстве Потрясающе Вот вы понимаете, это даже не моя заслуга А тех детей Да, молодых Молодых Молодых, которые сыграли И проникли вот вглубь сердец Казалось бы, вот этих ничем неудивимых бизнесменов Потому что здесь это вот то впечатление О котором вы говорили выше Ради которого, собственно, и приходит аудитория в зал Слушает музыку И, наверное, музыка не нуждается действительно реально Ни в каком переводе Она ходит в душу Это чрезвычайно важно Ну мне просто хочется сказать, что Вот с одной стороны действительно это так Но с другой стороны мне бы хотелось Вот обратить внимание досужих теоретиков Что ведь, когда они пропагандируют, скажем, любую музыку Классическую, неклассическую Они должны быть тоже талантливы в этом Это огромная, огромная Ответственность, я бы сказал даже Потрясающе Мне кажется, надо чувствовать ответственность Чтобы можно было и рецензировать И в том числе критиковать Критика должна быть созидательна Вы понимаете, критика это не то, что ругают А это, может быть, привлекают Вот интерес возникает И в словесной форме это тоже очень важно Талантливо донести Вот мы с вами разговариваем Вы меня провоцируете на какой-то вопрос И я вам отвечаю А если бы мы так разговаривали формально Я бы сказал, родился, умер Нет, нет, нет Сергей, у нас разговор именно для зрителей нашей программы Дома культуры, который выходит более трех лет Для жителей Новосибирска, Новосибирской области Спасибо еще раз, что нашли время И я от души благодарю вас Желаю вам хорошего впечатления О ваших гастролях Естественно, сезон концертной филармонии Новосибирской области открыт И очень рады и готовы встречать вас Все время в гости С вашими, естественно, талантливыми Молодыми исполнителями Спасибо вам огромное Спасибо Дорогие друзья, в студии Дома культуры Актриса Первого молодежного театра Алина Трусевич Алин, вы в студии Дома культуры на 49-м канале Ну, с неординарным событием для вашего театра Ну и, наверное, всех зрителей вашего театра Ваш театр удостоен премии Такой необычной премии Мне бы казалось, что, наверное, чисто театральная Потому что в названии есть вот персонаж Который олицетворяет собой театр Как называется эта премия? Орликин Отлично А что это такое? Расскажите вот несколько слов Что за фестиваль И как вы туда приглашены были? Пожалуйста Это фестиваль театрального искусства для детей Орликин Проходил он в Санкт-Петербурге В музыкальном театре Зазеркалье Мы поехали туда с прекраснейшим спектаклем Тоня Глимердал Как мы были туда приглашены Это остается за кадром Это остается за кадром Ну, просто потому что Артистов не особо всегда посвящают В такие тонкости Ну да, в нюансы Да, нам как бы сказали Ребят, мы вас поздравляем, мы едем Мы что? Мы едем Много народу было Большая группа поехала Участников Ну да, у нас Получается, у нас поехал практически Весь коллектив? Весь коллектив А коллектив большой театральный? Сколько трупа? Где-то, наверное, нас человек 15 уже Прилично Прилично Так уже, да Не как в «Глобусе», конечно Ну и не как в «Красном факеле», но и не как в «Оперном театре» Хорошо Ну что, наверное, для того, чтобы продолжить диалог Давайте покажем У нас только театр в театре, да? Давайте продемонстрируем этот пресс Итак, это Арли Ким Вот он Вау! Что происходило во время показа? Аплодисменты в зале, волнение какое-то, потому что это же конкурс, фестиваль А что за роль у вас была? У меня роль Сали – это соседка Героя Главной героини Героини Такая она, как женщина-хамелеон Она как бы везде, но ее как бы и нет Она думает, что ее никто не видит, но на самом деле ее как бы замечают А она считает, что она вся такая вот невидимая На шарнирах такая, да? Да-да-да-да Ну, она немножко сумасшедшая А, слушайте, а пьеса, она не отечественная, не российская, да? Кто автор? Нет-нет-нет, автор Мария Пар А, Мария Пар Интересно А тема, по-моему, скандинавская, да? Да, такая Ну, у меня ассоциация такая зимняя, добрая история такая с духами Норвегии В этом смысле Ну да, это северная страна все-таки, правда, да? Да Норвегия Окей Итак, это социальная тема для семейного просмотра, так я понимаю То есть папа, мама, я и так далее, или там, неважно, да? И папа, и мама, и просто отец Там поднимаются очень такие Современные вопросы, да? Серьезные, современные? Да, там вот, допустим, отношения отца и дочери Ну и, например, вот моя героиня, она говорит такой очень хороший текст И мы когда с режиссером разбирали, она сказала, что для меня это очень важная фраза К отношению ко всему спектаклю Что дети, они ни в чем не виноваты И как бы, ну, вот эту фразу можно подстроить практически каждому персонажу Там где-то если ссорятся, ну, дети же в этом не виноваты Что они поссорились с родителями, что у родителей какие-то свои взрослые проблемы Родители не виноваты, что внутри них пропал вот этот маленький ребенок И, собственно, взрослые там от этого немножко и страдают То, что у них нет вот этого задора, который они видят сейчас Ну, то есть разница поколений, вот этих возрастных особенностей, она вот такая Скажите, а вот с точки зрения ментальности, культуры Значит, вот эта норвежская тема, она далека вообще от того, что происходит в российских семьях? Можно, кстати, параллель какую-то провести? Как вам кажется? Да, мне кажется, основа одна и та же у всех Ну, несмотря на то, что мы живем в разных каких-то там территориях В разных странах, но все равно проблемы, мне кажется, все равно одинаковые Есть барьер непонимания родителями детей, их вопросов, проблем Да, 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 да Ну, мне кажется, что я вот сейчас немножко ассоциативно думаю там о своих родителях И вот мы часто разговаривая с ними, допустим, зимой мы когда гуляем И в какой-то момент я говорю, давайте с горки покатаемся Как бы мне 26, родители, естественно, намного у меня старше И у меня сначала они такие, да нет, нет, ну мы же взрослые Типа Да, а потом начинаю их провоцировать, и вот мы уже втроем с мамой и с папой катаемся с горки И все получают удовольствие, самое главное И все получают удовольствие, да И вот мне кажется, если бы вот все бы вот так жили, если бы у взрослых вот был вот этот маленький ребенок О котором вот идет такая сквозная, да, как бы речь в спектакле То, мне кажется, и не было бы каких-то вот таких взрослых семейных ссор с детьми Да, и проблем вот на эту тему Да, и не было бы проблем Хорошо, а какие роли еще в театре вы играете, кроме вот той, о которой вы сейчас рассказываете Этой соседке, которая появляется и исчезает Еще какие роли в театре удалось сыграть? Одна из любимых моих ролей, одна из самых первых, это в «Квадратуре круга» роли Тони Кузнецовой Первая моя такая драматическая роль Я вообще не ожидала, что меня могут поставить на такую, на такого интересного персонажа, можно так сказать Потому что я пришла такая с большими щеками, кудрявая, рыжая Да ты что! Да, я как бы думала, ну максимум, кого я могу сыграть, это женщину-собаку Ну, как в студенчестве, там, в «12 ночи» по Шекспиру А потом вот я получила эту роль Да много каких-то, я не скажу, что, конечно, они там все однотипные Ну да Абсолютно Мне кажется, у нас сейчас в театре у каждого абсолютно есть разный, ну, такой набор разных ролей И мне кажется, это вообще очень хорошо Ну, а вы, я так понимаю, характерная актриса, да, судя по амплуа Вы говорите, вы такая были, рыженькая, пухленькая А сейчас что? Ну, амплуа это тоже такое Относительное понятие Ну, вот что в вашем понимании амплуа Ну, амплуа это вот девочка-инженю, допустим, или там героиня, или травести Или характерная такая, знаете, вот, то, о чем вы показали, да? Соседка такая Ну, просто, мне кажется, сейчас в нашем мире Стирается понятие амплуа, да? Да, эти рамки уже стираются абсолютно Потому что у меня вот есть друг, и он как-то сказал В общем, я хочу, чтобы ты была Афелии А я такая была, ну, во много раз побольше Ну и... Я говорю, как, я Афелия, а Алина, ты не понимаешь И, ну, смех смехом, а спустя пять лет ты уже смотришь Ну, правда, уже рамки вообще стерлись Там хоть кто может, хоть кого вообще абсолютно играть А есть мечты вот на эту тему? Вот мы говорим сейчас про амплуа, про выбор ролей У вас есть какая-то внутренняя потребность сыграть вот что-то? Вот сейчас спустя шесть лет У вас же шесть лет в театре, да? Что мечтаете вот на этом этапе? Что бы хотелось? Это такой тяжелый вопрос, потому что я... Не все зависит от вас, да? Да нет, дело не в этом Мне хочется что-то такое очень тяжелое Очень тяжелое, такое глубокое Драматическое такое, трагедийное Да, это всем, наверное, актрисам так хочется А всем, да, типа сыграть, выйти так правду Это вот, знаете, это как вот кудрявые всегда хотят выпрямить волосы А вот те, у кого прямые, они хотят закудрявить Так такая ситуация, кто трагедийную роль играет, они хотят, наоборот, комичные Получше что-нибудь, да, такое А те, кто комичную роль играет Водовичик какой-нибудь Да, наоборот, такие И все-таки, то есть, вот хочется потяжелее, да? Хочется попробовать, но я все равно внутренне еще ощущаю, что чуть-чуть я, наверное, не готова Мне хочется То есть, не хватается опыта какого-то, сценического, да? Да, опыта мне еще подобраться А режиссер, который появляется в спектакле, том или ином, он дает возможность? Он помогает вам создавать образ? Или бывает так, что он говорит, да, делайте что хотите Я тут вроде как, знаете, современный театр Ну, я там что-то корректирую так Как вы относитесь к режиссуре? Вы же актриса? Ну, я очень рада, что я имела опыт со всеми режиссерами, которые у нас были Которые работают с тобой совместно Ну, это такое обоюдное переживание всего спектакля Тандем такой, творческий, да? Да, всегда есть какие-то подсказки Ну, то есть, я могу придумать вообще одно Вот все, нам дали спектакль, дали нам произведение Сказали, ты вот такой-то персонаж Я придумала себе, сделала, пришла И это уже не то Мне говорят, это не туда Мне кажется, что вот героиня должна быть такая-то, такая Ты берешь это себе где-то в голове, ставишь галочки И от этого начинаешь отскакивать И потом режиссер смотрит, что ты делаешь Как-то это дополняет Это всегда такой совместный Симбиоз такой, да? То есть, вам все-таки ближе режиссерский театр, да? Так, чтобы режиссер подсказывал, да? То есть, не актерский Бывает так, что, ну, актеры играют и сами по себе А вам все-таки вот режиссерский театр ближе, да? Ну, я не скажу Мне нравится и то, и то И то, и другое, да? Да Ну, вот в институте у нас тоже как-то ставили спектакль Лебедев у нас ставил Музыкальный спектакль И он нам дал абсолютную волю Вот прям он говорит Вот что хотите, то и делайте В общем, у нас там каждый играл практически по 7 ролей И он говорит Ну, вот прям, как видите, так и делайте И мы сами придумывали, приносили Никто нам ничего не говорил Это было в духе О, прикольно! Или там, ну, не прикольно Хотя слово не прикольно Мы никогда не слышали Все как-то у нас оказывалось Очень интересно Мне нравится и так, и так Классно, когда ты сам все придумываешь И, но еще очень хорошо, когда тебе как-то дополняют Подсказывают Подсказывают То есть вот такой симбиоз Скажите, Алин, а что вам ближе? Вот современный театр, он какой для вас? Вот тот, в котором вы сейчас играете, находитесь, да? У вас нет собственной площадки, вы много выезжаете Значит, вам ближе вот это, вот, знаете, ярмарочный вариант Когда приехали, раскинули декорацию Приехали на какую-то новую площадку Или все-таки вы хотели бы иметь свой стационарный театр Где все знакомо, где есть пространство, своя атмосфера Что вам ближе? Ну, безусловно, хочется иметь свой дом Уже практически он нас намечается Да, вы интересны Вот в этом месте поподробнее В этом месте поподробнее А что это? Что за площадка? Интересно Ну, уже, мне кажется, это уже не секрет У нас уже установилась такая база На Ленина 24 Да, Дома Октябрьской революции Конкретно вот пуля у нас Теперь это будет наша площадка, которая будет обустраиваться Благодаря многим людям Спасибо вам огромное Не будем, как говорится, такать пальцем Нет, я думаю, что можно в эфире сказать Что большое внимание уделило вашему театру И переезду театрального института с этой площадки Министр культуры Наталья Васильевна Ярославцева Потому что именно она приняла вот это ключевое решение Во-первых, театральный институт вырос сегодня До большого, хорошего заведения образовательного И, конечно, ваш театр уже спустя не одно десятилетие Десятилетие теперь уже, второе десятилетие идет Нуждаются в своей площадке Мы, конечно, безусловно рады На какой спектакль ближайший вы могли бы пригласить Нашу зрительскую аудиторию, кроме того, о котором мы сейчас говорим Кстати, как он называется, этот спектакль? Тони Глимердалл А, вот так, да? Интересное название Приглашайте на что-нибудь еще Что будет в ближайшее время, в октябре месяце? Кавер-драма У нас есть музыкальный спектакль Что это такое? Два слова Скажите, что такое кавер? В общем, это исполняются какие-то, допустим, современные песни Но в другой переделке, можно так сказать Они переделаны со своим каким-то текстом Со своей какой-то определенной озвучкой и так далее Интересная, веселая такая Вживую поете прям, да? Вживую поем Вы тоже поете, да? Я пою Исполнить Я все пою Нет, фрагмент какой-нибудь композиции Плиз, вас смотрит на шею Пусть это будет секрет А, все, хорошо, окей Да, продолжайте Еще какие спектакли? Прекрасный спектакль «Воин» у нас есть «Воин»? «Воин», да Это тоже такой спектакль, с которым мы ездили в Москву На фестивале постоянно ездим А что это, драматическая постановка? Или, судя по названию, видимо, что-то драматическое, да? «Воин»? Да Все окей Окей Да Понятно И что еще? Какое-нибудь еще название для нашей аудитории, пожалуйста Остаться нельзя, уехать Вот так? Да, тоже, с одной стороны, такая и драматическая история, как «Воин», но и где-то есть о чем подумать, посмеяться и приятно отдохнуть Скажите, вот спустя годы, вот ваша мечта на сегодняшнем этапе стать актрисой, она реализовалась? Или вы еще как бы в поиске себя? Потихонечку она реализуется Ну, я считаю, что я сделала уже определенные такие шаги Я поднялась на такие ступенечки Из-за которых, ну, уже можно начинать что-то серьезное делать Двигаться к тому глубокому К той глубокой роли, которую я хочу когда-нибудь сыграть Ну, мне кажется, я уже потихонечку начинаю подходить к тому прекрасному слову «актриса» Да Алин, а вот когда вы узнали о том, что вы получили вот эту награду вместе с театром Орликин за исполнение женской роли, вы же ведь номинированы, да? Вот какое ощущение внутреннее было? Что вы подумали в этот момент? Да я вообще спать ложилась уже Ну, я была, конечно, вот так в телефоне сидела Перелет еще тяжелый В этот же день, вот мы прилетели, получается, вечером И как раз было награждение в Питере И я сидела в телефоне, ждала прямой эфир Ну, я уже одним глазом спала И потом, когда нам скинули фотографии наших дипломов И я не поняла, думаю, так, подождите, что случилось? У меня тут сбылось как бы сразу две мечты Я всегда мечтала слетать в Санкт-Петербург И еще и там получила первую в своей жизни, ну, за шесть лет работы награду Я вообще не могла передать словами И я потом уже не уснула Я сидела, думала, так, ну, что же такое Я начала читать про фестиваль, думаю, да кто же там Еще, наверное, какие-то артисты хорошие играли Я-то, почему? Почему я? Уважаемые друзья, это была в Доме культуры на 49-м канале Алина Трусевич, актриса первого молодежного театра города Новосибирска Дорогие друзья, мы ведем наш репортаж Из фойе Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Накануне премьеры Ну, мы знаем, этот сезон очень необычный Он 76-й, сразу после юбилея И мы разговариваем с самым востребованным балетмейстером современности Нашим коллегой, который приехал на постановку нового спектакля Или новой версии на музыку Минкуса балета Боядерка Начито Дуата Значит, добрый день Добрый день Хорошо говорите по-русски, отлично Нет, это не так Я бы желал, но нет Окей Скажите, пожалуйста, что необходимо для того, чтобы стать вот таким востребованным балетмейстером во всем мире? Каждый театр вас готов принять на постановку? Не каждый театр Ну да, многие театры Сказать откровенно, мне посчастливилось Когда я был в возрасте 23 лет Я поставил свой первый балет И затем так случилось, что мне довелось этот же балет поставить на многих площадках В Гонконге, Леоне, Канаде, Швеции И просто с самого раннего возраста своего становления Я делаю то, что мне нравится Поэтому так и случилось Ну и, конечно же, это требует огромного труда Потому что, как я уже сказал, я начал очень рано, в 23 Сейчас мне 63 И за это время было поставлено очень много балетов И, наверное, со временем в какой-то степени постановка балета становится сложнее Потому что всегда стараешься привнести что-то новое Стараешься не повторить самого себя Это непростая задача И, конечно, она требует большой работы, большого труда А вот этот переход, когда вы были танцовщиком И вдруг почувствовали в себе желание поставить, стать балетмейстером Что вот в этот момент? Вот когда это происходило? Почему вдруг возникло желание перейти в постановщики? Случилось так, что я одновременно и танцевал, и ставил свою хореографию Я танцевал где-то до 55 лет И закончил свою работу как танцовщика в Санкт-Петербурге Где-то 10 лет назад И вот этот симбиоз постоянно находиться на сцене как артист балета И ставить хореографию И эти две мои стороны шли параллельно друг к другу И, конечно же, мне хотелось все время быть на сцене, танцевать, показывать Я не хотел быть хореографом Но господин Киллиан, он всегда побуждал меня к работе в качестве хореографа Сейчас я, конечно, стал старше И мне уже сложно быть на сцене Поэтому я только постановщик Поначалу мне было очень легко ставить балеты Потому что начал я в раннем возрасте И это был некий такой порыв Открытие окна от меня в мир Людям, естественности Затем, когда я стал старше, где-то к 40 годам Это окно превратилось в дверь и распахнулось внутрь меня И работа стала не такой легкой Не такой простой вот в этом исполнении Давайте коснемся постановки, которая вот ожидает новосибирского зрителя Вот такой вот театральный проект на полторы тысячи мест в зале Такая площадь рабочей сцены, 30 на 30, зеркало громадное И балет, который мы знаем, Байдерка Почему именно этот материал вас заинтересовал в Сибири? Первая классическая постановка, которую я сделал, «Спящая красавица» Поставил я ее в Петербурге, будучи руководителем балета этого театра Ну и, конечно же, в сотрудничестве с директором, с господином Кехманом Вот было принято такое решение Поскольку я все-таки занимал определенную должность и получал за нее деньги То, конечно же, у меня было понимание, что я должен выполнять также и то, что говорит мне руководитель Если мы обратимся к истории, многие творцы, помимо своего душевного творческого порыва Они также выполняли работу на заказ И в этом нет ничего плохого, абсолютно Но на самом деле классический балет не является моим первым выбором И, тем не менее, поставив «Спящую красавицу», я обнаружил себе, что мне нравится эта работа Мне нравится работать с классическим материалом После этого родились «Щелкунчик» и вот сейчас «Байдерка» Окей. Какие особенности в «Байдерке»? Потому что это ведь индийская тема, да? И есть определенные традиции танца индийского, когда пластика рук И вот мы это знаем по постановке Мариуса Петипа Что произошло у вас или происходит? Мы еще этого не видели, мы только обсуждаем Есть какие-то свои прочтения, своя аранжировка танцевального рисунка в балетном спектакле «Байдерка»? На самом деле я в основном работал с первым и вторым актом И они мои Третий акт я оставил практически в той хореографии, которая была Немного изменил самую концовку Сделал ее более романтичной Изменил движение рук Добавил чуть-чуть колорита В моем понимании, наверное, хореографы Петипа, Минкус Они не были в Индии, может быть, смотрели какие-то изображения И на основании своего представления у них получилась вот такая постановка Я же был в Индии, в Шри-Ланке Почувствовал этот колорит, пропустил его через себя Быт, костюмы, украшения Это все имеет больше этнического отношения к реальному духу того места, к моей постановке Да, вот Третий акт начинается соло-скрипки в оркестре Это совершенно потрясающие тени, когда 32 балерины Да-да-да-да, одна за другой выходит Это уникально, да? Здесь какая-то корректура возникла или все это вот классика? Даже с самого начала Третьего акта вы видите множество теней Они появляются в очень таких приглушенных серых тонах Это не белые пачки, как у Петипа Потому что это все очень загробная история Она о смерти, о грусти И даже сам задник, он темный Поэтому создается такое впечатление, тяжелое Ну и, конечно же, я чуть-чуть изменил некоторые движения у девушек Добавив совсем немного колорита И Ники, она завершает танец с прогибом, контре, ожидая салора Вот это такие небольшие ноты индийские Но, конечно же, слишком много менять совершенно невозможно Нельзя менять идеал Да-да Современный балет, что это сегодня? Это сочетание совершенно новых тенденций Техники, света, звука, визуальных каких-то Или все-таки это классика в основе Которая вот заставляет эмоционально впечатляться зрителя Что сегодня современный балет в вашем понимании? Интересно то, что свою работу как хореографа-постановщика Я начал с современного балета И потом перешел к классике Обычно это происходит наоборот Поэтому для меня этот переход был очень прост Я понимаю классику Я знаю, как с ней работать И критикам порой даже сложно определить мое положение в балетном мире Потому что для классиков я слишком современен Для современных я слишком близок к классике Но в моей работе всегда присутствует классическая основа Потому что выучка моя, школа, она классическая Мою хореографию невозможно танцевать Не имея классической базы Для меня современный балет Имеет в основе своей классическую школу Еще один вопрос, самый последний Как вы находите нашу балетную труппу Вот нашего Новосибирского театра? Можете дать оценку? Как они работают? Я нахожу Новосибирскую труппу очень хорошей Очень сильной Но на самом деле я становлюсь старше И меньше стрессую вообще по всем поводу И для меня теперь стакан всегда больше полон, нежели пуст Я концентрируюсь на хороших вещах И действительно, я говорю откровенно, от чистого сердца И не только потому, что нахожусь здесь Мне очень нравится новосибирская труппа Я считаю, что ансамбль, кардебалет, они прекрасны Послушайте, я четыре года руководил балетом в Германии, в Штатсберге И всегда были какие-то нюансы То кто-то болен, то они не хотят репетировать То оркестр не хочет работать каждый вечер И всегда что-то Здесь же, посмотрите, оркестр работает утро-вечер без вопросов Балет на сцене просто всегда Всегда с улыбкой, никакого стресса Это огромное отличие и плюс Балет – это основа, конечно, постановка, артисты, музыка Мы завтра отмечаем Международный день музыки Я хочу от лица Новосибирской филармонии Подарить вот такой маленький памятный диск Мы отмечаем в России его в 35-й раз И я желаю, чтобы ваша премьера была на очень высоком уровне Мы собрали громадный зал И, конечно, мы вас ждем в очередной раз Я очень надеюсь, что ваш биг-босс, господин Кихман Снова пришлет вас сюда И вы снова сможете осуществить балетную постановку на сцене нашего театра Большое спасибо 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 большое Спасибо Спасибо Спасибо